Так, загорелась. Так, звук есть, нет? Не понятно. Так, а запись-то не идёт? Нет, запись идёт так, а эти самые дорожки звуковые почему-то я их не вижу. Так, вот. Раз, два, три. Есть. А, всё хорошо, да. Так, ну, в принципе, в принципе, всё. Так, сейчас хозяйство стоит. Потом, попозже. Я должен похвастаться. Понимаете, да? Да, 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 да. Всё, можно начинать. Так, ну, давайте начинать. А, да. Так, ещё вопрос. Можно будет вашу запись взять потом? Взять потом. Я не очень понял, от чего. Так, чей, чей, чей из аппарата? А, чей? Не знаю, это то, что я принёс от Саши. А, да. А вот это чей? Не знаю. Твой, да? То есть, я понял. Понял. Тогда это нам не нужно. Всё, можно начинать. Так, кажется, тут здесь выскочено. Ничего. А? Ну что, давайте начнём наше свидание. У нас сегодня гость. Довольно интересная. Довольно интересное собственное мнение, которое было бы нам хорошо. Я думаю, что интересно послушать. Я хочу только единственное. Ещё раз напомнить для гостя наш регламент. Значит, первое, у нас идёт сообщение. Это первое. Второе. И желательно не перебивать, а все вопросы записывать, которые есть зарплатчик. Второе. Это вопросы, которые будут к нему. И третье. Это выступление. Давайте мы где-то выступление ограничим. Ну, где-нибудь. В пределах трёх-четырёх минут. Потому что я думаю, что будет их достаточно много. И чтобы мы потом не затянули это до завтрашнего утра. Так что я предоставляю слово Иванова Юрия Николаевича. Это наш гость из Москвы. Всем здравствуйте. Очень приятно. Только я сейчас маленькую паузу сделаю. Я принесу диск. Я его почему-то забыл вам передать. Так, а где он? Ха-ха-ха. Что, поставили? Нет, он здесь должен быть. Оп. Вот движка. Так, если можно вообще включить свет. И пока проектор можно выключить. Включить там свет. Да, чтобы, скажем, проектор нам... Так, каким образом проектор выключить? Проектор здесь. Выключить его, чтобы не светил в глаза. Что сделать? Ничего страшного нет. Нет, как-то не очень... Да. А, вам? Да, да, да. Я боюсь, что потом мы его можем не включить. А, хотите, что-то это... Вы вообще, если когда вы соберете, то же так вправо. Нет, я понимаю, да. Вот, ну... Для него это будет. Так, включаешься? Так, а у него, по-моему, поперек эти стоят. Вот, видите? Что? Вот они, поперек. Вот эти вот. Нет. Вот, 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 вот. А вот они. Да. Господи, я... Ничего, ничего, все. Ни разу не сталкивается. Все нормально, да. Вот, там... Так, ну, я думаю, что... Как это все дело? Так, продолжить без сканирования. Где здесь вот это? Без сканирования. Это сюда нажмите. Так. Значит, еще раз всем здравствуйте. Дело в том, что у нас вообще нарушился весь регламент. Заболели все люди, которые хотели присутствовать на докладах. И мы доклады поменяли местами. Один из докладов должен был быть первый. Посвящен принципиально новым способам перемещения в пространстве. Причем перемещения не ракетного. Не ракетный способ перемещения в пространстве. Но так как Валерий Эткин все это дело перепланировал, мы тогда начнем со второго доклада, который у меня обозначен как методика определения абсолютной скорости в мировом эфире. Меня интересует такой вопрос. Есть ли здесь люди, которые интересуются действительно проблемой эфира и проблемой доказательства, что он есть или его нет? Все здесь как бы вот... Можно переформулировать ваш вопрос. Проблема пространства... Что такое пространство, можно переформулировать как эфир? Да, это традиционное старое название эфир. Я предпочитаю называть все это волновой средой. Волновая среда. Потому что одно из свойств этого нечто, что мы называем эфир или физический вакуум, это свойство переносить возмущение посредством самого себя с определенной скоростью. Скорость эта определена 300 тысяч километров в секунду. Ну, в среднем. Значит, определение физического вакуума мы тоже иногда используем, но у нас собственное определение этому понятию. Оно звучит примерно так. Значит, физический вакуум – это кажущееся нам пустым пространство, кажущееся, обладающее конкретными физическими свойствами. К таким свойствам относится как раз вот скорость перемещения возмущений по этому кажущемуся пустым пространству, диэлектрическая и магнитная проницаемость. Практически ничего другого об этом пространстве достоверно мы не знаем. Мы знаем, что это пространство видоизменяется, и появляются магнитные и электрические поля. Но сегодня мы будем говорить исключительно о волновых эффектах, об эффекте Доплера, ну и так далее. Значит, что такое ритмодинамика? Я автор вот этой книги, так называется ритмодинамика. Ритмодинамика, по большому счету, ее, конечно, можно назвать теорией, но я все-таки склонен говорить, что это модельное представление о том, как может быть устроен мир. То есть, когда мы говорим о теории, и когда мы сразу же переводим все это на то, что природа таким образом устроена, то это, на мой взгляд, большая ошибка. Логичнее говорить, что у нас есть модельные представления о природе. Мы предполагаем, что природа так устроена. Но любое модельное представление, оно должно иметь так называемую инженерную составляющую. То есть, вот человек написал там свои представления о мироустройстве. Всегда задается вопрос, это англосаксонский подход, предъявите, пожалуйста, инженерную составляющую. Для какой цели и что мы можем из этой, из вашей теории извлечь практического для себя? То есть, именно сделать какой-то прибор, сделать какое-то устройство, использовать какой-то новый принцип. К сожалению, у большинства авторов с инженерной составляющей туго. К сожалению. Особенно у авторов, которые пытаются каким-то образом улучшить ту модель, которая, так называемую, стандартную модель и так далее, либо ее заменить. То есть, ритмодинамика – это исключительно, еще раз, модельные представления. Как правило, значит, подход волновой, потому что в основе ритмодинамики есть тоже свои исходные положения, которые в физике называются постулатами. Но постулаты и исходные положения в ритмодинамике – это несколько разные вещи. Потому что, если это модельное представление, то есть геометрическое в частности, то мы решаем просто геометрические задачи. И когда мы решили какую-то геометрическую задачку, мы начинаем смотреть, а как тот или иной вывод, ну вот мы решили ее, получили какое-то решение, а можно ли его каким-то образом, ну вот как пиджак скроили, примерить к самой природе. И будут ли эти предсказанные этим модельным представлением принципы, или же устройство – работать, конкретно работать. Значит, сегодня мы как раз рассматриваем одну из последних работ. Эта работа есть в интернет, с ней можно ознакомиться. Все адреса я дам, так, если кто-то хочет подробно ознакомиться. Мы попытались, так как ритмодинамика работает с реальной подложкой, то есть вот что такое геометрия, в аксиомах Евклида не достает одной очень важной аксиомы. Вот когда мы берем, обозначаем на листе бумаги точку, неважно, пусть это будет лист бумаги, либо вымышленная наш какой-то носитель построений, значит, мы точку обозначаем, там, какие-то линии, мы забываем сказать о том, что существует носитель построений, для построений. То есть этого геометрия Евклида нет. Как только мы вводим носитель для построений, на котором мы строим, а без него мы ничего построить не можем, даже если этот носитель вымышленный, то мы начинаем думать, а вообще где, в чем точка, в чем мы построили эту линию, ну и так далее. Значит, что такое носитель построений? Здесь очень хитрые, как бы такие вот логические умозаключения. Вот смотрите, перед нами экран. Это носитель, на котором отображаются, ну там, циферки. По этому носителю может бежать человек, взрывы всякие видеть, да, там, течет река, ну, все что угодно. То есть, то же самое, как в кинотеатре. Мы смотрим благодаря тому, что присутствует носитель, на котором мы отображаем, на котором отображается то, что вот мы, в частности, на компьютере запрограммировали. А теперь представьте, что носителя нет. Скажите, пожалуйста, отсутствие носителя позволит нам увидеть то, что мы видим на экране? По-моему, нет. То есть, носителя нет, и информации о том, что происходит, нет. Представьте себе теперь 3D-кинотеатр, 3D-кинотеатр, где перед вашим носом там плавает рыба, там, ну, машины рядышком ездят, да, и опять-таки без носителя мы этой картинки не увидим. Поэтому логически и сообразно нашему способу мышления и восприятия окружающего мира мы вынуждены предполагать, что такой носитель есть и в окружающем мире. Потому что если бы носителя не было, то как могла бы проявиться та же самая там молекула, атом, стол, человек? Нет носителя. А мы, по всей видимости, все-таки возбуждены из состояния этого носителя. И вот благодаря тому, что этот носитель каким-то образом, в частности, я склонен думать, что именно вибрационным образом возбуждается, то и он проявляет себя таким образом. Если, допустим, носитель не возбужден, вот представьте, что есть поверхность озера, да, мы не можем на поверхности увидеть некий объект, который потенциально может вибрировать. Но только когда он начнет вибрировать, мы увидим волны. Как только увидели волны, то можем вычислить, где находится источник волны. То есть вот такой вот подход, он в какой-то степени привитивный, но он вроде как и не противоречит логике и здравому смыслу. Да и не противоречит, собственно говоря, никакой науки. Ни классической механики, ни квантовой механики, ни электродинамики. Так вот, встал вопрос, а можем ли мы этот носитель зарегистрировать в конкретном эксперименте? Такие попытки предпринимались и предпринимаются до сих пор. Одна из известнейших попыток – это эксперимент Майкельсона. Майкельсон создал свой прибор. Я надеюсь, что все знают, как устроен прибор интерферометра. Если можно без экрана, естественно, без этого, то я могу нарисовать. Давайте уберем экран. Так, а рисовать что-то вдруг я захочу? Ну, это просто. Он измерял скорость света в двух перпендикулярных направлениях на большой базе. Да. Не получится. Не втягивается. Вот уже закручивается. Надо потянуть до веревок. А вот видите, он едет. Толик, может, мы с боем подержим, он порисует. Да нет, держать не надо, надо как-то, наверное. Здесь или так, или так. Или надо... Там кусочек маленький есть, нельзя на него нарисовать? Вы понимаете, мы можем все нарисовать, и тогда мне придется открыть... Ладно, давайте не будем. Тогда мне придется... Нет, он не работает. В этом все и дело. Тогда... Сбоку хорошая идея. Сбоку хорошая идея. Давайте тогда откроем вот эту вот брошюру. Ру А5. Там, в принципе, есть все схемы, но я, в принципе, люблю и вручную иногда порисовать. Да, брошюра А5. Вот эта вот. Брошюра называется «Методика определения абсолютной скорости в мировом эфире». Значит, мы проанализировали практически все эксперименты, практически все, из тех доступных, которые касаются именно попыток зарегистрировать собственное движение в так называемой мировой среде, в волновой среде, либо в светоносной среде. ее по-разному называют, да. Значит, и попытались проанализировать, а почему же тот же самый Майкельсон так не смог обнаружить, не смог обнаружить движение Земли в светоносном эфире. Хорошо. Затем, не помню в каком, в 12-м году, что ли, появился эксперимент Саньяка. Он тоже многим хорошо известен. Эксперимент Саньяка в настоящее время используется в так называемых лазерных гироскопах, насколько я понимаю. То есть он состоит в том, что если мы делаем круговой интерферометр, то есть один луч идет в этом направлении по кругу, второй в этом направлении, то при повороте смещается интерферационная картинка на экране у этого прибора. Но картинка смещается только тогда, когда вы изменяете скорость вращения. А когда вращение устанавливается и становится постоянным, картинка останавливается на месте. То есть вот смотрите, мы начинаем поворачивать, картинка раз, сместилась. Как только скорость стабилизировалась, картинка стоит на месте. Как мы только тормозить начинаем, уменьшать скорость, картинка становится опять на месте. В этом смысл, в принципе, эксперимент Саньяка. Возник вопрос, а как этот эксперимент, это по кругу, разложить по прямой, чтобы мы то же самое попытались чувствовать ускорение. Здесь все связано с ускорением, потому что изменение скорости от 0 до какого-то значения, оно связано с ускорением. То есть угловое ускорение возникает. Так вот и здесь та же самая задача стояла, каким образом нам использовать ускорение и как должен быть создан этот прибор, чтобы он чувствовал вот именно вот это вот нечто. То есть реагировал на ту предполагаемую среду, которую мы пытаемся зарегистрировать приборным способом. Мы построили, давайте я возьму, давайте я сам. Так, мы построили, рассмотрели, так, как-то поудобнее. Значит, все исследования этого вопроса проходили исключительно в рамках представлений Лоренса и Гюйгенса о так называемом предполагаемом мировом эфире. То есть пока мы говорим о предполагаемом эфире, не утверждая, что он есть и не претендуя на то, что мы сделали там супергениальное открытие. Потому что просто работа требует продолжения. И каким перспективы мы выявили, это потом в конце. Значит, рассматривая следующая ситуация. Так вот, мы возьмем первые два рисуночка. Ситуация следующая. Значит, всем хорошо известен эффект Доплера. То есть эффект Доплера заключается в том, что если, допустим, вы стоите на месте, и на вас едет, к примеру, скорая помощь, которая сигналит, то вы слышите сигнал с более высокой частотой, чем когда она от вас отъезжает. Мы сделали такую тележку. То есть это все было сделано пока для анализа. Тележку, на которую поставили излучатель. Естественно, здесь все формулы прописаны для акустики. Это потом должен быть переход на... Значит, мы поставили излучатель и поставили микрофон, то есть приемник. И задались простым вопросом. Если скорость тележки, а мы видим, что расстояние между источником и приемником одинаковое, поставили такой вопрос. Если скорость тележки равна нулю, то как будет выглядеть волновая картинка, то есть модель волновой картинки, между излучателем и приемником. Все понятно. Значит, вот форму, которая описывает длину волны. Длина волны равна скорость распространения волн, деленная на частоту. Причем мы задаемся таким условиями, что частота неизменна при любых обстоятельствах. То есть как бы мы ни двигали нашу тележку, частота всегда постоянная. Ей как бы, извините за сленг по барабану. Вот она просто есть и есть. Значит, возникает вопрос. А как изменится волновая картинка, если скорость нашей тележки будет больше, чем ноль? Вот постоянная, но больше, чем ноль. Естественно, мы применяем формулы Доплера. И получаем, что излучаемая частота и принимаемая будут равны. Но в промежутке волна будет иметь более короткие периоды. То есть частота будет больше, значит, длина волн будет меньше. Да, это все хорошо согласуется с теми классическими представлениями, о которых, в принципе, идет речь. И человек, который хочет ознакомиться, он может более подробно в это дело вникнуть. Да, у вас Доплера имеется в виду относительно постоянной точки во мне системы. А у вас движутся... Минуточку, не спешите. Так, эффект Доплера, то, что... Значит, для эффекта Доплера, хорошо, вы немножко сбили, я поясню. Значит, для эффекта Доплера, значит, есть несколько условий. Есть, допустим, движется источник. И есть скорость приемника. Скорость приемника может быть нулевой в сторону. То есть этот движется сюда, приемник движется сюда. И третий вариант – приемник удаляется от источника. Так вот, существуют такие параметры, когда скорость источника и скорость приемника одинаковы. И мы рассматриваем именно этот вариант, закрепив приемник и источник, сделав их неподвижным относительно другого, для того, чтобы скорости и источника, и приемника были всегда одинаковые. При ускорении, при постоянной скорости. Это пока понятно, нет? Так, что происходит дальше? Значит, мы выявили, что в случае, если система начинает двигаться с постоянной скоростью, длина волны уменьшается, так как скорость ее, то есть это волновая среда, ну, либо это вот наша подложка, так, система движется, скорость волн внутри этой системы, то есть вот здесь находится наблюдатель, так, становится все минус в, для наблюдателя, находящегося на платформе, так, и... Минутку, вы хотите, хорошо, ничего. Минутку, 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 так, вот так, нет, Минутку, знаете, я это все проходил, да, и ваши возражения, такие, как вы говорите, слышал неоднократно, да, поэтому здесь возникает вопрос, а почему мы не имеем права находиться в системе и измерять те параметры, которые, те изменения, которые в ней происходят? Вы измеряли? Да, вот поэтому очень аккуратно, давайте дослушаем до конца, так, значит, вот возникает ситуация, у нас наблюдатель всегда находится на платформе, потому что наша задача состоит не в том, чтобы сторонний наблюдатель увидел, что что-то там происходит в движущей системе, а наша задача, находясь в движущей системе, попытаться выявить, а что в ней изменилось, то есть вот в данной ситуации мы находимся на платформе, мы, к примеру, измерили длину волны, так, скорость ноль, платформа ускорилась и стала двигаться с постоянной скоростью, мы находимся на платформе, начали измерять и увидели, что длина волны изменилась, стала меньше, мы на платформе находимся, минуточку, считать надо уметь, возьмите стандартный учебник доплет, в смысле физики, и посчитайте, так, значит, что у нас происходит дальше? Значит, существует переходный период, так, это не здесь, а, вот это, то есть существует переходный период, когда наша платформа сначала имела скорость ноль, потом ускорялась, и продолжала двигаться опять с постоянной какой-то скоростью, то есть нас интересует вот этот период ускорения, то есть как долго она может ускоряться, это, как бы, от нас зависит, как мы организуем. И здесь получается очень интересная ситуация, если при нулевой скорости была излучена волна, которая дошла до этого приемника, да, пройдя этот путь, но так как наша система находится в ускорении, в ускоренном режиме, она-то дошла, но скорость приемника увеличилась, то есть эта волна была излучена при скорости равной нулю, вот это вот, лямбда-1, при скорости равном нулю, но когда она дошла до приемника, то скорость платформы уже стала АТ, то есть стала больше, и вот здесь в приемнике возникает интересная ситуация. Мы наблюдаем, что частота пришедшего от этого источника сигнала стала меньше. Это классический эффект Допплера, вот для этого случая, но при условии, что система движется с ускорением. Если система опять начнет двигаться с постоянной скоростью, то вся картинка восстановится, и никакого эффекта изменения частоты мы не обнаружим. то есть, по сути, мы уже показали сам принцип, который был положен в основу эксперимента, который мы провели реально, в реальных условиях, получили неоднозначные результаты, то есть они большую сторону, как бы эти результаты, говорят в нашу пользу, но там есть, конечно, эту работу надо продолжать, ее необходимо просто исследовать и дальше. То есть в кустарных условиях, в которых мы работали, это, конечно, сделать трудно. Значит, мы выяснили, здесь, по-моему, естественно, у кого-то будут возражения, как же так, частота в системе, где приемник и источник не движутся друг относительно друга, но движутся на одной платформе, как же так, частота вдруг уменьшается. Вот этот эффект мы просмотрели практически все в интернет, и вот этот принцип мы не нашли нигде. Может быть, кто-то из исследователей этот принцип зацепил, но мы его как бы самостоятельно вычислили и использовали и при расчетах, и при создании прибора, интерферометра, с помощью которого нам удалось засечь этот эффект, то есть зарегистрировать. Так, идем дальше. Представьте, что было зарегистрировано? Не спешите. Так, это вот расчеты, то есть у нас система, источник зеркала движется с ускорением, и мы проводим расчеты, то есть вот некие самые изменения, которые происходят, то есть луч, наша волна идет туда, может дойти туда, а потом, отразившись, может вернуться обратно. Так. Нас интересовало, что наблюдатель, находящийся на платформе, получит здесь, и что он получит, когда отсюда волна переотразится и вернется обратно. Прямо скажу, что очень многие люди, кто начинал критиковать этот подход, они просто-напросто показали, что действительно эта проблема очень слабо изучена, и нигде никто не дает никаких решений именно вот этого варианта. Поэтому не надейтесь, что вы сходу сразу поймете это все и сделаете свое заключение. Так. А, вот, 0,9 Гц у нас получается, по ускорению 9,8 на базе 10 метров. Но, если скорость приемника, скорость вагона уже 30 метров в секунду, ну, что соответствует 100 километров в час, и после этого мы начинаем разгоняться, то есть V нулевое равно 30 метров в секунду. Значит, и мы начинаем с этим ускорением разгоняться, то мы получим уже, да, в первом случае радар-эффект будет очень маленький, то есть сигнал туда и обратно, 0,032, а во втором случае мы уже получим 0,335 герса. То есть эти разницы уже можно засечь с помощью прибора. Хорошо. Для света это тоже как бы расчет был. если мы начинаем, вот, допустим, мы находимся в этой волновой среде, которую называем физический вакуум, эфир, да как угодно, так, если мы покоимся в ней и начинаем ускоряться, то при ускорении 9,8 мы получим разницу 0,61 герса для зеленого, ну, для луча зеленого цвета. То есть там, сколько у нас, 532 нанометра длина волны. То есть пол герса мы получим. Если же мы если радар-эффект будет очень маленький, 2,67 на 10 в минус 15 степени. То есть по сути ни один прибор скорее всего уже здесь зарегистрировать ничего не может. Минус 15 степень. Но если Земля движется уже в эфире в физическом вакууме с начальной скоростью 30 км в секунду и начинает ускоряться с этим ускорением, то мы уже получим другое значение 2,5 на 10 в минус 4. То есть здесь минус 15, здесь минус 4. Один из порядков. То есть все зависит от начальной скорости. Мы, собственно говоря, поняли, что если мы покоимся в эфире и начинаем двигаться, мы никаких результатов не получим. Но если мы уже движемся в эфире и сквозь него, то тогда ускоряясь мы получаем более большие результаты, на которые можем надеяться, что мы их зарегистрируем приборно. Так, 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 так. Это график, так, зависимости и эффекта доплера, и радар-эффекта от начальной скорости. Если начальная скорость нулевая, то значение радар-эффекта, в частности, мы на это делаем ставку, очень маленькое. если начальная скорость, ну, то есть, она где-то ну, 0,0,0,0 с чем-то. Если начальная скорость у нас 50% скорости, к примеру, света, к примеру, так, то радар-эффект будет у нас равен 1, а 3, ну, 3 с чем-то, эти самые, герца. То есть, наш прибор уже почувствует 3 герца, извините, это очень большая разница в частотах. То есть, при одной скорости одни значения радар-эффекта, при другой другие, и сравнивая, какой радар-эффект мы получили, мы можем вычислить свою скорость в эфире, ну, либо в том, что мы называем эфир. Мы провели эксперимент построив по этой схеме интерферометр. Из чего состоит интерферометр? Это источник, это полупрозрачное зеркало, это система зеркал, для того, чтобы вот этот продольный луч удлинить. Мы не можем сделать базу 10 метров. мы это делаем тем, что луч ходит туда-сюда, 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 и накапливает эффект. Значит, луч лазера на полупрозрачном зеркале делится пополам. Один идет сюда, на экран, а второй пошел гулять. Так, потом он возвращается на зеркало, и, опять-таки, проходя сюда, начинает складываться с тем лучом, который был первый. Понятно, что складывается два луча. Первый луч, который излучен, а второй, который был излучен ранее. То есть, мы имеем дело с задержкой по времени. То есть, очень большая задержка. Вот этот луч прямой, мы называем его опорным. А вот этот, это тот, который получается в результате, скажем так, вот мы, к примеру, если это расстояние очень большое, то этот луч был вчера излучен. А мы изменили уже скорость. И он теперь интерферирует с сегодняшним лучом. То есть, прошлый луч интерферирует с настоящим лучом. Система движется? Да, система движется с ускорением. Вот именно с ускорением. И вот вчерашний луч оказывается у нас длиннее, потому что скорость системы была меньше. А сегодня мы уже набрали за счет ускорения скорость. Скорость стала больше. И поэтому мы можем сравнивать сегодняшний луч с условно-вчерашним. Вот такова была эта схема прибора. Значит, сейчас мы я покажу, там, по-моему, есть видео у меня, где приборчик можно посмотреть более интересно. Так? Значит, здесь есть еще один вариант, который мы сейчас будем проверять. Он более простой, но он менее чувствительный. Это обычный интерферометр Майкельсона, который тоже помещается в эти же ситуацию, в ситуацию с ускорением. Дело в том, что интерферометр Майкельсона никто никогда не ускорял. Это стационарная такая огромная массивная плита, потому что это очень чувствительный интерферометр. Вот так вот пальчиком здесь нажмешь чуть-чуть на плиту и вся картинка пошла. Это очень сложная как бы конструкция, поэтому нужна массивная плита. Вот мы сейчас делаем упрощенную схему по этой. Вот представим, что у нас интерферометр движется с ускорением. У нас два одинаковых луча. Один идет сюда, другой сюда и попадают на наш экран. Значит, если лучи к движению сориентированы вот таким вот образом, то какие бы задержки вчерашние ни были, они одинаково отражаются на два луча. Что сюда, что сюда. Понятно, потому что скорость таким образом и сама система повернута таким образом, что она как бы симметрично расположена к направлению движения. Это при условии ускорения. Мы всегда будем получать нулевой результат. Ну, левой. Если мы поворачиваем прибор вот так, то вот здесь вот все и начинается. Интересные вещи. потому что эффект сюда и сюда, ну, к экрану, конечно, и сюда, и сюда, эти эффекты различны. Это легко посчитать. Ну, не легко посчитать, да, труднее осмыслить, понять, что считать. А посчитать это уже как бы дело техники. То есть в этой ситуации луч сюда приходит ну, к тому же для того, чтобы отразиться на экран. И луч сюда претерпевают разные изменения. Они проходят разные пути оптические. Плюс к этому при ускорении здесь фронт луча поворачивается. То есть фронт луча при нулевой скорости был такой, а фронт-то он все-таки круглый, да, а когда луч дошел до сюда, а система уже ускорилась, то на зеркало попадает другой луч. Ну, то есть если вот этот фронт разбить на элементарные лучики, да, то вот здесь вот как раз можно и увидеть, что в этой ситуации интерферирует вот этот луч пришел сюда и обратно, а этот луч пришел сюда, но обратно пришел другой луч, немножечко другой, то есть под неким наклоном, а значит и под неким сдвигом по фазе. Вот, собственно говоря, такова схема, которую мы будем реализовывать. но обязательно необходимо ускорение, без него ничего не получается. Мы провели, я лично провел огромное количество экспериментов, этот эксперимент проводился следующим образом. Мы сделали прибор, сейчас попробую найти видео его, так, это мы пока сюда, так, видео, вот сейчас будет проблема, потому что я не вижу картиночек, могу я сделать так, чтобы они были видны, так, нет, не рисует, да, попробуем по-другому, так, я думаю, где он, ман, 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 так, ну вы знаете, надо все эти дела пересматривать, давайте попробуем просто так, у нас есть время для того, чтобы мы нашли, синхро, там есть что-то под названием синхро, это не то, что ты? где, синхро, скорее всего, нет, сейчас мы глянем, нет, скажем так, синхронизация, холографик, Иванов Дизин, ман, 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 может, нет, motion, Нет, это не то. Вы знаете, я думаю, что самое, я сегодня из-за того, что заболел самое, Александр, да, вот мне пришлось там тоже, я не успел перестроиться, все, перепроверить и перезаписать. Значит, в понедельник я все это дело подготовлю, покажу, как этот интерферометр выглядит, да, он реальный, но самое интересное является то, что здесь я просто прошу вас поверить на слово, что это все, вот его фотография. Здесь два источника сигнала. Где, здесь? Нет, здесь один. Вот это лазер, лазер, так, лазер, высокостабильный. Почему? Потому что лазер нам необходимо было потратиться изрядно, да, изрядно, вот, нам необходимо было, чтобы вот этот луч, который ходит туда-сюда, туда-сюда, был когерентен, то есть соблюсти когерентность, то есть длина когерентности должна быть высокой. мы нашли лазер с длиной когерентности не менее 50 метров, да, вот этот, вот этот путь, мы делали разные пути, в среднем от 4 до 6 метров, то есть 6 метров путь, так, а этот путь, вот, от лазера и, скажем так, так, как у нас здесь, да, и сюда, и сюда, тут, тут стоит у нас обычный телефон, экран у нас вот здесь находится, так, это хитрая система такая, на экране у нас проецируется картинка, с телефона мы снимаем, то есть с помощью телефона этот экранчик мы снимаем, садимся в поезд, значит, поезд у нас по МЦК, Московское Центральное Кольцо, там очень много остановок, и он достигает скорости около 100 километров в час, то есть он хорошо разгоняется и хорошо тормозит. Значит, что мы получили? Мы получили следующую закономерность, которая прослеживалась, мы, по-моему, трижды, три раза объехали вот это вот кольцо, так, в эту и в эту сторону, мы получили следующее. При ускорении прибора, ну, при ускорении поезда, так же, как в эксперименте Саньяка, наши линии смещались в одну сторону, и когда прибор, когда поезд устанавливалась в постоянную скорость, линии смещались и оставались на месте. Теоретически, при торможении линии должны были встать на место обратно. Они тут вели себя непредсказуемо, то чуть-чуть сюда, то чуть-чуть обратно, то есть непонятно они себя вели, но при ускорении однозначно смещение было. Значит, как мы трактовали вот эту несуразность, которую мы, ну, непонятку. Любой лазер, а это лазер у нас полуприводниковый, он имеет активные элементы, в частности, он имеет удвоитель частоты, так, как минимум. Этот удвоитель частоты – это некий резонатор, на который и ускорение, и торможение тоже действуют. То есть активный резонатор никуда не денешься. Если у нас это тоже как бы резонатор, да, то есть мы сравниваем частоты или там фазы, то даже в маленьком лазере вот на него эти изменения тоже действуют. Это мы предполагаем. Поэтому мы хотим сейчас повторить эксперимент Майкельсона. Там этого эффекта не должно быть. Неважно, лазер там, любой источник. Какие эти здесь могут быть последствия? Потому что я говорил об инженерной составляющей любой теории. И, естественно, если бы в этом эксперименте и в этом подходе не было инженерной составляющей, то я бы, наверное, не рискнул выступить с докладом перед столь уважаемой аудиторией. Значит, что мы с этого как бы всего можем поиметь? Так, ага. А поиметь с этого мы можем вот что. Если мы доведем эксперименты до ума и действительно мы не ошиблись, я подчеркиваю, потому что, заметьте, я нигде не говорю о том, что только так и никак иначе. Я говорю о том, что мы можем и ошибиться, но очень похожи и очень заманчивы расчеты. И эксперименты, которые мы провели, тоже как бы ставят большой-большой вопрос. Что-то интересное. Значит, вообще здесь интересно вот что. Самое главное. В квантовой электродинамике, в теории относительности, как правило, сравниваются две инерциальные системы отсчета. При этом, если две инерциальные системы отсчета и наблюдатели в них летят с одинаковой скоростью, то применяются там преобразования Лоренса и делаются вычисления, говорят, что явление так же происходит, как и... Если же скорость одной инерциальной системы больше, чем скорость другой, то вот здесь начинаются очень интересные вещи. То есть сам исследователь, наблюдатель, который движется в той системе, ничего не замечает. А этот, который в другой системе, говорит, ага, там я вижу вот такие изменения. То есть можно вычислять с помощью математического аппарата, что происходит. Мы же идем следующим образом. Мы говорим, зачем какой-то дядя на платформе будет сравнивать наши состояния. Давайте изобретем прибор, который будет сравнивать состояние нашей системы, в которой мы находимся, в один момент времени при одной скорости и в другой момент времени при другой скорости. То есть мы это дело, мы выкидываем одного из наблюдателей и говорим, у нас есть способ, ага, сместилось, остановилось, то есть при скорости набрали. Значит, получается, что наша система изменилась, то есть она стала не инвариантна сама себе. Но если мы находимся, уже дальше продолжаем двигаться с постоянной скоростью, то для нас все происходит, как и у Галилея, там, ну, понятно, да, прямо ведь самый принцип Галилея, там, ну, вот в этом ключе. Мы научились, я надеюсь, что мы научились сравнивать нашу систему саму с собой. Но для этого необходимо всего лишь изменить скорость. Это прибор для этого. Но так как мы можем его вращать, вот как Майкельсоновский эксперимент, где наш Майкельсон? А, ну, это тоже Майкельсон, только с удлиненными плечами. Значит, если мы в этой ситуации получаем ноль, а в этой ситуации получаем некое значение скорости, ну, согласно математике, то вот этот ноль будет указывать наше направление в так называемом эфире или физическом вакууме, или волновой среде. То есть мы покрутили при ускорении наш интерформент. Ага, мы движемся туда, либо туда. А это уже дело техники, как это дело все вычислять. Но надо заметить, что мы получаем, в случае, если мы дорабатываем это все, мы получаем еще один параметр, который до нас, с 1881 года, никто не получил. в таком виде, по крайней мере. О таком параметре речи не шло. Вот, собственно говоря, если мы получили еще дополнительное направление, которое мы сможем в будущем определять, то тогда я предполагаю, что можно построить систему, это тоже непростой разговор, с помощью которой можно будет определять собственные координаты на Земле, под водой, под землей, без использования спутников GPS. Вот примерно так мы перебегаем дорогу вот этой космической индустрии. То есть в обычном телефончике, вы там его, это уже не важно, покрутили и говорите, вот у нас координаты. Нам это как бы... Тем более, что у спутников GPS есть одно маленькое как бы но. если будет крутая вспышка на Солнце, то мы все останемся без и так далее. У меня все, спасибо. Так, мне куда? А, сюда, куда-нибудь. У кого вопросы будут? Учитывали скорость среды распространения колебаний? В смысле еще плотнее задайте вопрос, точнее. Как вы учитывали скорость самой среды распространения колебаний? Нет, в эксперименте, в эксперименте, да, мы сделали расчеты, которые показали, что если наша Земля уже движется с некоторой скоростью, например, 400 км в секунду, как там по реликтовому излучению и так далее определяют, да, предположили, если мы с нулевой скоростью будем двигаться, то прибор ничего не покажет. То есть там 15-16 знак после запятой, ну, далеко, разница в частотах. Но если мы движемся с скоростью 400 км в секунду, наша Земля и Солнечная система, то согласно вот тем графикам, которые я показывал, да, вот, это значение уже третий знак после запятой, или там четвертый знак после запятой. То есть то, что мы уже можем достать приборно. Вот, и если мы точно зарегистрировали, что значение, ну, на выходе значение при сравнении больше, чем ноль, мы уже говорим, что очень похоже на то, что наш подход правильный, если мы не сделали ошибку. Вот примерно так. А фиксировать скорость мы пока не умеем. То есть не скорость прибора. Мы просто сделали качественный эксперимент. Не количественный, а качественный. То есть проверили сам принцип. Да, и мы, знаете, как мы радовались, что хоть что-то заработало, как в этом фильме «Назад будущее». Хорошо, да. Можно? Пожалуйста. Находится ли ваша теория в полном согласии со специальной теорией относительности, или же в противоречии с некоторыми ее постулаками? Вы понимаете, самое неблагодарное дело анализировать одну теорию, так, либо критиковать одну теорию с позиции исходных положений другой теории. То есть если теория относительности говорит, что скорость света постоянно при любых обстоятельствах, да, ну, в любой инерциальной системе, то мы никаких эффектов никогда бы не получили. Мы просто рискнули и сказали, а вдруг Эйнштейн неправ? А вдруг? Да. Вот то положение в теории Эйнштейна о том, что скорость быстрее света невозможна. Оно как-то используется в этой теории? Или же не участвует? Значит, объясняю. Это то же самое, как в акустике. Я не зря говорил вначале об акустике. Если есть некая волновая среда либо некая подложка, по которой происходят вот эти всякие изменения, да, то скорость света или скорость звука постоянно в среде и относительно нее. А если мы в среде движемся, а звук нас догоняет, либо мы пускаем звук вперед, то, естественно, там срабатывает правило сложения скоростей. С плюс В и С минус В. Понимаете, да? То есть это наш подход. В теории относительности этого нет. То есть не отрицать в нашей теории возможность двигаться быстрее света. А, нет. Быстрее света относительно чего? У нас будет возможность чувствовать. Да, хорошо. Какого еще есть? Это вопрос. Да, пожалуйста. Я нормальный человек, да, я всем все отвечу. Я такой же безграмотный, как и все мы. Правильно ли я вас понял? Движение – это перемещение от одного предмета к другому. В кажущемся, как вы сказали, безвождустом пространстве никаких предметов нет. И чтобы определить перемещение, вы как бы от начала своего движения до какого-то другого момента определяете пройденный путь. Нет, вопрос, на мой взгляд, не совсем корректен, потому что вы первый раз слышите об этом, да, и можете несколько неправильно задать вопрос. Но попробую хоть как-то ответить. Значит, движение само по себе, оно в случае, если верна теория относительности, да, я лично в этом сомневаюсь. Я сомневаюсь даже вот в ритмодинамике. Вы понимаете, о чем здесь речь? Я сомневаюсь, потому что я не могу знать, как устроен мир на самом деле. Я его не делал, не создавал. Поэтому может быть всякое. Значит, если существует среда, то вот мы как раз эту скорость и это движение относительно среды и в среде фиксируем. Ну, так же, как вы, если лодка ваша стоит на поверхности озера, да, и вы бросили поплавок, поплавок стоит. Но если вы стали двигаться, да, вы видите, что поплавок-то, самое, начинают от вас удаляться, вот в какой-то степени удаленно мы сделали то же самое. Мы сделали вот такую ситуацию, да, когда видим, что наши волны-то нас не догоняют или опережают. Вот как-то так отвечу. Ну, скорее всего, это не совсем корректный ответ. Вы знаете, можно мне знать? Да, конечно. Я сам акустик. Да. Поэтому у меня вопросов больше, чем... Отлично. Да. Значит, у меня первый вопрос, который возник. Чего вы говорите, что нужна следа для определения пространства? Я об этом не говорил. Весь вопрос в том, что с точки зрения математики пространство определяется двумя факторами. Аксиоматикой, которая не есть в данном пространстве, и метрикой. Хорошо. И поэтому совсем непонятно, зачем мы вводим еще какие-то дополнительные составляющие. Давайте начнем очень хитро. Я сразу скажу, что я очень долго вел семинары в политтехническом музее в городе Москве. Около 14 лет. Я иногда знаю, как хитро выйти от всяких вопросов, которые не совсем может корректны. Значит, во-первых, природа, скажем так, не читала Эйнштейна перед тем, как создавать то многообразие, с которым мы имеем дело. Она не знала. Это извините. Это с точки зрения Эйнштейна здесь не правильно. Дайте я продолжу. Значит, когда вы говорите о математике, то природа сама по себе при отсутствии человека в математике не нуждается. нету в природе математики. В природе есть только реакция на изменившиеся обстоятельства. Простите, пожалуйста, Пифагор сказал, что числа управляют миром и предполагал, что математика управляет миром без человека. Ну, это он условно сказал. Я с вами согласен, но он сказал, да? Я потом расскажу. Все, я согласен. Да. Здесь второй вопрос, который мне очень важен. Так. Понимаете, когда вы помещаете наблюдателя в середину... Не в середину, на платформу. Ну, какая разница между излучателем и микрофоном, то здесь есть одна маленькая тонкость. Эффект Доклера вообще, в принципе, идет для внешнего наблюдателя. Потому что именно для него складываются скорости или вычитаются. это первое. Второе. Мы здесь... То, что вы говорите, действительно может иметь место, но не для скорости, а для производной скорости, для ускорения. Вот тогда действительно, если вы рассматриваете поднимательную скорость, которая есть в середине, тогда возможно появление как бы квазиэлементов, квазидоклера. За счет того, что изменяется скорость в зависимости от времени. Да. Потому что когда мы говорим, мы все время говорим как производной скорости по времени. Естественно, что если вы смотрите разницу в своем приборе по времени, то, естественно, за счет того, что есть время пробегания луча между пластинами, время, то, естественно, производное, то есть ускорение, будет разное в точках базового луча и точках зрения луча, которая идет после отражения. Потому что у вас производное в разных точках. Потому что у вас идет ускорение, это равно скорости по времени. Это и есть производная скорость по времени. Нет, я так понимаю, что вы правильно поняли, что все эти эффекты происходят только при ускорении. если нет ускорения. согласен с вами полностью. Но тогда в принципе рассматривать скорость движения Земли просто не как говорится. А давайте очень аккуратно подойдем к этому, потому что впервые услышав о какой-то проблеме, так, можно тут же естественно не согласиться, потому что у вас в любом случае собственные уже сложившиеся представления. Поэтому я задаю вопрос. Давайте не будем спешить. Нет, я не спешу, я задаю вопрос. Я пока не отвечаю по своему мнению. Я говорю, что вопрос, как можно взять скорость Земли, когда здесь возможно только ускорение. Показываю. Значит, это чисто математически наши измышления, я так скажу, пока измышления. То есть мы предполагаем, что мы предполагаем и согласно вот этой формуле, это все было рассчитано очень точно, так, и согласно вот этой формуле и вот этой формуле. Нет, для внешнего. Нет, для того наблюдателя, который находится на платформе. Так, опять-таки, если вы осматриваете скорость, потом свое выступление скажу. Хорошо. Я, в принципе, поднял вашу точку зрения. Хорошо. Я просто показываю ворогу. Так, Так, давайте вопросы, да, интересно. Подведем ворогу. Основные вопросы я задал. Так, какие еще? Извините, я, может, что-то упустил. А как вы учитываете упругость существующей или не существующей среды? Когда речь идет об акустике, все понятно. Вы оперируете упругостью воздушной среды или газовой среды? А когда другого типа излучения? Вы учитываете какую-то, потому что изменение частоты при отсутствии упругости, при отсутствии каких-то деформаций в среде, на мой взгляд, как-то оно зависает воздушь? Ну, во-первых, то, что касается деформации эфира, вы имеете в виду? Да, давайте так назовем, да, что такое деформация в эфире? Во-первых, нет ни одного эксперимента, который указывал бы конкретно, что эфир деформируется, да, значит, что... меняется частота? Это не деформация, это волновые процессы, они несколько другие, да. я не против, надо более плотно рассмотреть ваш подход, понимаете, да, вот, и более детально, что вы имеете в виду, а... Есть молдовое число, рот, цель, рот, плотность, среди, сэрзболи, распространение, плотность? Нет, плотность, значит, мы изначально сразу же сказали, что мы работаем в рамках представления Гюнгельса и Лоренса. Эфир, то, что назывался раньше эфир, да, он прозрачен для тел, мы проходим сквозь тела, не увлекая эфир. Да, допустим, может быть, земля большая там частично его увлекает, но наш прибор, наш поезд, в котором мы сидели, и мы, мы слишком мелкие для того, чтобы кого-то там увлекать. Вот, поэтому, вот, скорее всего, вот, можно так ответить. Я не знаю, как... У меня такой вопрос есть. Вот вы отмечали, что волновая среда является все проникающие и неподвижные. Это отмечено в вашей статье. Так, да, спасибо, что читали. Прочитал. Так вот, все проникающие более-менее понятно, то, что она неподвижная, но какая она неподвижная, если там имеются волны. Я с вами полностью, согласен сразу, снимаем вопрос, согласен. Да, то есть, некие изменения происходят, да? Если происходит изменение, она уже не является неподвижной. А, это тоже вопрос. Да. Это очень... И второй вопрос, еще один. Допустим, вот чем отличается ваша волновая среда, которую вы ставите синонимом кефиру, да? Чем отличается от физического вакуума? Он тоже все проникающий и тоже как бы неподвижный. Чем отличается? Я дал определение физическому вакууму. это кажущееся нам пустым пространство. Оно может казаться пустым, но вот представьте себе, да? У нас есть некая болванка железная, ну, стальная болванка, большая, так? И мы пытаемся вторец через нее проникнуть. Мы с вами проникнуть не можем, но если мы вдарим тихонечко молоточком по одному из концов болванки, волны вполне конкретной скоростью постоянной спокойно проникают через эту болванку и не увлекают ее. Вы понимаете в чем дело? Волны не увлекают болванку за собой, а они просто проходят сквозь, как будто бы для этих волн болванка пустая. То есть если бы мы состояли из точно таких же волн, как звуковые, допустим, то мы бы не увидели тело болванки и мы спокойно бы как звуковые волны проникали в поиск болванку. Это мое объяснение. А сама среда имеет волны? У вас написано, что складывается волна волновой среды и еще волна внешняя. Так, волновой среды и вне. Так, это надо писать формулы, чтобы мы более самое вот у вас там написано, что инерция является следствием эффекта доплера, который является следствием наличия вот этого эффекта. Так, есть такое, да. То есть, если бы не было бы эффекта доплера, то не было бы инерции. Так. Может быть, все-таки причина и следствия наоборот, эффект доплера, потому что есть инерциевое тело, нет? А вы понимаете, значит, естественно, я сразу сказал, что мы не претендуем на знание того, что природа устроена именно так. Но, если мы допускаем, что элементы вещества, что элементы вещества являются источниками волн, и что между элементами возникает связь, волновая связь, так, то есть, возникает пакет стоячих волн. Это при этом допущении. То есть, если мы с веществом работаем как с волновым пакетом, а это не противоречит ни электродинамики, ни квантовой механики, то тогда этот волновой пакет, там же волны, при ускорении он начинает вести так же, как и вот эти вещи. Там тоже возникает эффект доплера. Скорее чего? Система, в которой это и излучатель. Так, самого пакета, любого пакета. Нет, сам пакет, минуточку, сам пакет является одновременно излучательным приемником, потому что, если вы имеете две взаимодействующие системы, вы можете отрицать, две взаимодействующие осцилляторы, они могут связываться стоячими волнами друг с другом. Это говорит о том, что один осциллятор источник, второй приемник. Этот источник и этот приемник, они одновременно являются и приемниками и источниками. Вот это как бы вот такой подход. И последний. Анатолий, вон из города закроем время, да. Вот такой вопрос. Как влияет на ваш эксперимент то, что даже когда поезд или платформа ваша стоит, все равно эта система участвует в ускоренном движении. На поверхности земли когда земля вращается, земля крутится вокруг солнца, солнечная система, этот ваш источник система постоянно находится в каком-то да, согласен. Согласен. И вот эти ускорения, которые происходят, они, есть такое явление в интерферометрии, да, как дрейф картины интерференции. Он такой систематический дрейф, она плывет, плывет, плывет. возможно, что, возможно, что вот именно эти ускорения и создают дрейф интерференции. Да, да, дрейф это возможно, но ускорения эти маленькие, потому что посчитайте ускорение, ну, вот самое. Ну, зато скорости какие-то порядки выше. Мы-то с ускорениями работаем. У вас, наверное, много порядков выше. Вопросы пока причем ускорения уничтожения. Нет, был. Вы довели бы сейчас? Я поднимался Здесь поднимался вопрос насчет учета скорости среды. А да, почему? Поднимался вопрос учитывал и скорость среды, которая идет распространение. Да. Потому что и вот в ваших работах преимущественно все насчет акустики говорится. Я смотрел. Хорошо, спасибо. Вот. А как только вы перейдете к движению электромагнитной волны, там скорость на 6 порядков больше, чем в акустической среде. И вот эти все ваши фазовые подстройки они начинают терять смысл. А вы знаете, Скорость среды не учитываете? Нет, не скорость среды, а скорость распространения. В среде, да, относительно нас. Мы скорость среды постоянно да, нет, вы знаете, вот именно этому и посвящен. Весь замедляющая система получается. Если вы перейдете к в одном теории, вот эти многократные отражения, это становится как замедляющая система, скажем. Да, конечно. А если вы скорость распространения волны в этой замедляющей системе не учитываете? Кто сказал, все в формулах, все учтено. Это надо просто взять и аккуратненько перепроверить формулы. их проверяли у меня столько раз, что если там нашли ошибку, я бы нигде не появлялся. Так, Я хотел задать вопрос, не буду. Так, Так, я могу сесть? я думаю, что вам лучше. Спасибо, большое спасибо. Сейчас. Надеюсь, что это не будет легче, такая же большая. Не больно, нет. Во-первых, я хочу сказать, мы все время считаем, слышим не настолько многообразно, что можно создать любые теории. Так, вопрос самый главный, как отсеять левила от зерен. Одно из очень простых правил, которое наука выработала за последние 300 лет, я его очень это правило принимаю, создать в том, что новая идея и новая модель не должна отрицать то, что хорошо доказано, а должна вписываться в нее и говорить так, а вот старая модель потеснится немножко, потому что вот здесь есть вариация. Но никакая новая теория не может отменить Ньютона, не может отменить то, что было сделано за последние 100 лет в механике квантовой и в механике космической и говорить о том, что природа не знает Эйнштейна. Здесь есть одна ошибка у нашего автора, у лектора. Дело в том, что мы не создаем модели. Это глубокая ошибка думать, что я создал модели или кто-то еще создал модели. Наука вся это археология. Мы откапываем законы, которые находятся в предыдущей природе. Кто их создал, не будем сейчас спорить. Поэтому говорить о том, что эта модель нехороша, потому мало ли кто что написал, а у Ген написал другое. Это часть связанной с тем, насколько... Поэтому я думаю вообще, что сама идея некорректна. Я могу вам привести один маленький пример. Эксперимент Майклсона состоял в том, что он создал интерферометр, он поставил два интерферометра, направленные по 90 градусов друг к другу и вычислил момент измерения так, первой он стоял по направлению движения Земли в этот момент, в той точке, где он находится. А второй был преподикулярен. И сравнивая скоростью света, он показал, что нет разницы, и поэтому скорость света не складывается с движением объекта, на котором стоит излучатель. При этом никаких разговоров о Дуплере нет. Если система движется, и точка приема, и точка излучения движется, и находится на постоянном расстоянии, если мы находимся на пароходе, на одном конце парохода издается гудок, мы на другом конце внутри парохода слышим всегда один и тот же звук. Снаружи это может быть совершенно и на ней ездит. это второе. Поэтому я думаю, что модель не корректа. А ускорение не учитывайте. Вопрос ускорения. Вы осматриваете равномерные движения. Третье. Значит, нам пойдем на все равно не измерить. И автор, лектор нам сказал, что Мейклсон поставил свои приборы на массивную плиту, чтобы не было никакого дрожания, которое очень мешает измерению. Маленький прибор, который стоит в поезде на столике, дрожит так, что страшно пристает. Поэтому он ничего на мере человеческого не может. Отключи я хотел бы. Так что он ответил. Я прослушал даже выступление из вашей группы на вибридских чтениях, где ваши товарищи. Вы выступали. Вот. У меня там действительно возникло много вопросов, и можно было бы ответно тоже многое чего сказать. Вот. Но я хочу остановиться вот на чем. Значит, я встретил вот ну, квазинаучной литературе вот мнение о будущем делится на три части. Первая часть это то, что уже каким-то образом обоснованным и где-то будет в ближайшее время существенно. Вторая часть это когда вот обоснования четкого нет, уже какие-то конспирологические размышления и это оттягивается. Ну и третья, которая кажется, что это невыполнимо и сразу принимается в штыки. Вот я боюсь, что сейчас доклад, я поэтому свои вопросы может быть как-нибудь задам в другое время, но я боюсь, что как бы этот доклад не вызвал эту самую первую реакцию, что это невозможно, это неосуществимо и так далее. Чувствуется увлеченность группы, которая работает над этим, попытка решить вопросы, вам я вот единственный совет, советую, вот чувствуется, что вы немножко группу расширите, вот по договорам, скажем, с электронщиками, не только с акурщиками, потому что там проблема, как только вы перейдете к постановке экспериментов волновых, там проблема несоединительная, поэтому безграмотного знания электроники, движения части, если хотите, электронок в вакууме, электронок в вакууме, здесь ничего вы не построите, ничего нет, даже потому что там фазовые отклонения будут настолько маленькие, поскольку скорость света наше порядком больше, чем скорость звука, эти фазовые отклонения вы там просто так не увидите. Хорошо, спасибо. Ну, попробуй я здесь кем рассказать. Я тоже прошу, пожалуйста. Ну, знаете что, как говорил Казмопритков, специалист подобен плюсу, его полнота всегда односторонняя. Это я про себя говорил. Я в этих вопросах плохо разбираюсь и не понял, как я понял из вашего ответа. но есть у вас один козырь, которым вы можете образить всю. Это прибор, если будет работать и фиксировать что-то. Тогда вся критика не будет происходит ничего. Я что хотел сказать. Я специально не задавал вопросы еще касательно статей вашей. понимаете, я вообще вас поддерживаю, я тоже сторонник того волновой теории строения материи. Я сторонник здесь тоже. Но здесь есть одна вещь, которая принципиально противоречит положению, которое есть у вас. Принципиально в институте стеклова математического были рассчитаны элементарные частицы, модель построена элементарных частиц, как салитонных образований электромагнитных волнов. То есть были рассчитаны спины, массы рассчитаны основные. Это в институте светлого математики. Но там есть одно очень важное но. Для того, чтобы образовались элементы, которые мы называем материи, среда должна быть чуть-чуть сильно нелинейна. Это должна быть среда, где не действует принцип суперпозиции. Только в этой среде возможно возникновение салитонных образований. И поэтому говорить о том, что вот эти все отражения идут чисто в линейных вещах, это на мой взгляд очень неправильно. Во-вторых, любые излучатели, которые у нас есть, они имеют физическую природу. То есть они не являются точечными. то есть любые излучатели, они по тому же принципу, особенно акустические. Даже если вы имеете точечный источник, он имеет круговую диаграмму направленности, а если вы при этом берете любой рупор, то конец рупора является той же самой теорией библицефренели источником вторичных волн. То есть фактически у нас источник не точечный, а вот эта плоскость. То есть у нас есть много источников одновременно и является фактически интерференцией вот тех волн, которые идут от этих источников. Поэтому третий вопрос, который тоже непонятен. Для того вы работаете и пытаетесь можно брать на принципы стоячих волн. Стоячие волн, чтобы они образовывались, есть два порядка, возможности для образования стоячих волн. Или должна быть закладка, где они отражаются, это вы сами знаете, или должен быть навстречу сделан конверентный синтезный излучатель, который бы давал вот эти образования стоячих волн. практически в любом другом случае эта волна будет распространяться в зависимости от того, каким образом, на какой частоте. Чем ниже частота, тем больше она распространяется вокруг, тем больше длина волны. То есть ее нельзя сделать направленной в принципе. Например, вот эти на низкой частотах в принципе нельзя сделать точечный источник. Так? И чем больше частота, мы увеличиваем частоту, тогда она становится плоской волна, близко к плоской волне. Тогда что-то можно говорить. То есть говорить о внутреннем и внешнем излучателе при таком подходе очень сложно, потому что действительно, если у вас есть производные скорости, то у вас естественно будет прирост давления внутри, изменение частоты. Изменение частоты будет связано даже не со скоростью, а с производной скоростью. Именно у нас ускорение. Здесь вы правы. Вот здесь. Но дело сложения обычных скоростей без учета вот этого изменения скорости производной, вы сами себя рубите вот хвост, который сами сказали, потому что у вас очень большая путаница, потому что колебательная скорость системы, она может влиять на внутреннем источнике. Но именно поэтому есть типа машины Дина, которые за счет внутренних источников делают движения. То есть опять-таки это делается только потому, что весь внутренний колебательный скорость изменяется. Понимаете? Ускорение должно меняться. Здесь вот о чем я говорю. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Я два слова добавлю. очень важных. Я хочу добавить, что тема сама по себе чрезвычайно важна, сложна и сегодня очень занимает физиков. Эта тема была препятствием в свое время в теории большого взрыва, пока не была создана теория инфляции, так называемая. Вопрос, что такое пространство? Это вопрос чрезвычайно тяжелый, новый на самом деле и требует очень больших. я могу сказать только одно, что с точки зрения сегодняшнего изучения микромира, я как раз сегодня, как на слов к тему, перед нашей лекцией, мне попался фильм о законах микромира, насколько он отличается от физического мира. Два слова. Да. Так вот, самое интересное в том, что те законы, которые есть, создавляют действительно усомниться об основополагающих вещах. Понятно, что автор пытался их чуть-чуть понять из того, что есть. Так что все равно спасибо большое. А, все равно, да? Да. Несмотря на мои все возражения. Да нет, ну, возражения... глав, понравился. не то, что понравился. Полезный. Полезный. Но, тут есть один момент очень опасный. Если кто-нибудь думает измерить скорость Земли по отношению к эфиру, ему придется создать ускорение для Земли, это может кончиться не очень хорошо. То есть главное не перейти на... Это если мы будем мерить скорость Земли с помощью Земли, а не с помощью приборов, находящихся на Земле. Со всеми ускорения надо системе давать. Вы понимаете, да. Лучше не давать, пускай. это будет... Нет, здесь... здесь... понимаете, будет не очень понятно, что мерить с Землей. Нет, 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 нет. и мерить вокруг себя, и мерить вокруг Солнца. Нет, понимаете... Если Солнце бегает куда-то. Да, да, конечно, но когда вы имеете, скажем так, прибор, и имеете хорошо обработанные эти данные с помощью компьютерной программы, да, то вы можете очень четко отслеживать это, по сути, это эфирный компас, да, где вы будете знать направление собственного движения в эфире, которое со временем, и в зависимости от положения Земли, будет постоянно, ну, как Солнышко наше, да, меняет положение. Так же и это направление движения... Нет, я все понимаю, понимаете, весь вопрос в том, что очень многие метрологи скатываются на одну очень простую вещь. Они померили что-то. Есть на сериале, есть таблица. Так, мы померили что-то. Есть таблица, есть все, но непонятно, что-то. можно я закончу уже, так скажем так, так как я все-таки согласен, все сказали, а, конечно, что вы там... А теперь вы на нем, председатель, что вы там... если можно, вы меня понимаете. Председатель. Я вас поймаю, но давайте, за что и как. Нет, в объективе, вот аккуратненько настройте его. А пробовать. Там я... попал. Значит, существует такое понятие, как синдром Маули. Всем известно, что если ребенок до пяти лет прожил среди волков или там тигров, он уже человеком не становится до конца жизни. Это же эффект присущ человеку. Нас со школьной скамки даже и раньше начинают обучать, ну, прервывать некие знания, что именно так надо рассматривать именно такие формулы и так далее. Проходит время, особенно до сексуального созревания, да, и после этого уже человек ничего не впитывает, кроме того, кто впитал до этого. Мы называем это человеческий эффект синдром Маули. Если человека в хорошем, очень хорошем институте или университете, вот это я сталкивался с МГУ, чему-то научили, и он вышел оттуда с красным дипломом, с ним, без обиды, как вот с человеком, который здесь сидел, с ним невозможно разговаривать не на какие темы, кроме тех тем, которые его научили. Это синдром науки. Мы все находимся в нем, и я тоже. Поэтому я и говорю, что в книге вариант, который нужно изучать. Мы попытались с нашими наработками, реальными экспериментами, обратиться к президенту России, в Академию наук, в Министерство обороны, куда мы еще, так, Фонд перспективных исследований, министерства по образованию и науке. Как вы думаете, что ответили нам? Если ответили, то это очень удивительно. Ну да, ответили все, формально соблюли, но мы пытались обращаться в фирмы, такие как, допустим, Боинг, Локхи, в том числе Колонну Маску, и двое ответили, по-моему, два. Там много было перечень, да? По-моему, Боинг ответил, может быть, Локхи ответил. Тоже отписку, мы не занимаемся вы вот к нам уже принесите готовый, условно говоря, рецептный аппарат, да? Мы тогда еще посмотрим, профинансируют ли вас. И это происходит во всех государствах и во всех странах. То есть, с Землей что-то происходит, с людьми что-то происходит. Кто-то мешает прогрессу тому, чтобы у человечества появилась принципиально новая техника и технология. И вот о принципиально новой технике для перемещения в пространстве, то есть, в космосе, в частности, да, не ракетной, не ракетным способом у нас будет идти речь на следующем семинаре в понедельник, в понедельник, правильно? В понедельник. Я специально приехал сюда для того, чтобы, как говорится, рассказать научной общественности Израиля о тех наработках, о которых мало кто знает. И я надеюсь, что они каким-то образом повлияют и на государство Израиль, может быть, оно обратит внимание, да, что есть и что-то принципиально новое, имеющее при этом двойное назначение. Не просто перемещение, там и военка есть, что очень актуально для многих стран. Я надеюсь, что вот это в понедельник встреча будет наша не последняя, так как я сюда дорожку продал. Увидел, что Израиль действительно существует, потому что до этого для меня Израиль была эта компьютерная эмуляция. Не подняться, что не только не зима, а иногда и лето. Да. То есть я рад. Здесь очень приметливые люди. Я еще не вжился в систему, которая, естественно, здесь есть и хорошие и плохие стороны, как и везде, да, и тяжелые, и положительные, как они есть во всех странах. Но тем не менее, мне приятно познакомиться с цветом израильской науки. Те люди, которые работают в институтах, они, как правило, состоят очень на своих программах, за которые платят деньги. и шаг влево, шаг влево, шаг влево, против Эйнштейна что-то скажешь, да, уволен с кладкой. Все. Там разговор очень короткий. Значит, и это кормушка, и никто никогда к этой кормушке никого не подпустит. Это нормально. Причем, чем круче идея, которую предлагаешь, а там сидит какой-нибудь человек условно с недалеким интеллектом, он же ведь понимает, что его оттуда просто выгонят, и его место займет нормальный человек. Вот такая земля. Мы ее не создавали. Эту землю создал нечто, что называют Бог. Поэтому мы вынуждены вести себя и жить и делать все так, как получается. У меня, в принципе, все. Спасибо. Мне для записи протокола доклад удался или нет? Болезный. Интересно, интересно. Дело в том, что действительно на самое ускорение никто не смотрел. Никто. Мы все пережили. Для Доплера вообще в принципе не рассматриваем систему ускорения. Но как раз все формулы годятся только для скорости. Да, да, да. Все формулы дожди расходятся только для... Я надеюсь, что Бог увидит нас, услышит, да? Хорошо. Всем спасибо. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова